Здравствуйте, мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Я вам уже показывала могилы Иосифа Сталина у Кремлевской стены, могилу Надежды Аллилуевой, его жены, на Новодевичьем кладбище, могилу их сына Василия Сталина Джугашвили на Троекуровском кладбище и могилы детей Василия на Ваганьковском и Новодевичьем кладбищах. Все видео есть на канале. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста. Сегодня предлагаю рассмотреть ветвь Светланы Аллилуевой, дочери Иосифа Сталина. На первом участке Новодевичьего кладбища, в окружении могил родственников Аллилуевых, находится могила Иосифа Григорьевича Аллилуева, старшего сына, дочери Иосифа Сталина Светланы. Иосиф Григорьевич родился в первом браке Аллилуевой Светланы с Морозовым Георгием Иосифовичем. Брак Светланы с Морозовым был расторгнут, когда сыну было три года. В 1949 году Светлана вышла замуж за Юрия Жданова, и он усыновил ребенка, дал ему свою фамилию и отчество. Повзрослев, Иосиф вернул себе прежнюю фамилию и отчество. Он врач, кардиолог, был дважды женат. От первой жены Елены у него есть сын и внук. Сын закончил Московский архитектурный институт, проживает в Москве. Юрий Жданов, второй муж Светланы Аллилуевой и отец ее дочери Екатерины, похоронен на Северном кладбище в Ростове-на-Дону. Но в Ростов я, конечно же, не поеду. Могу показать вам только фото его могилы. А вот могилу первого мужа Светланы Григория Морозова и сына Иосифа Григорьевича Аллилуева я вам покажу на Востряковском кладбище. Вот мы уже на Востряковском кладбище. Здесь как раз я и покажу могилу первого мужа Светланы Аллилуевой и отца ее старшего сына Иосифа Григорьевича, чью могилу мы уже посмотрели. Григорий Морозов был знаком со Светланой еще со школьной поры. Он сидел за одной партой с Василием Сталином и очень был с ним дружен. И в этой же школе училась Светлана. Естественно, они общались. Григорий Морозов был участником Великой Отечественной войны, но в связи с тяжелым ранением его комиссовали. И в 1944 году он женился на Светлане. Иосиф Сталин был против их брака из-за того, что Григорий был еврей. После развода с женой Григорию негде было работать, его не принимали нигде. Писал он статьи под чужим именем, работал физически. Его положение улучшилось только после смерти Сталина. Умер Григорий в 81 год. Захоронен в семейном захоронении. Ну а теперь о самой Светлане. Девочка жизнерадостная, умная. Ее называли принцессой Кремля. Отец Иосиф Сталин очень любил дочурку. У нее было хорошее образование. Она знала несколько языков, работала переводчицей, закончила аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию. Ну и, видимо, девушкой она была влюбчивая. Кроме Григория Морозовой и Юрия Жданова, она недолго была замужем за сыном брата первой жены Сталина, Иваном Александровичем Сванидзе. Это был третий брак. Детей в браке не было. Сванидзе сам умер в 59 лет от шизофрении. Четвертый брак был с гражданином Индии Сингхам. Но Алексей Косыгин не разрешил паре официально зарегистрироваться. Сам индеец был смертельно болен и долго не протянул. Его прак Светлана Аллилоева с большими препонами все-таки вывезла в Индию и там явилась в посольство США, потребовала политического убежища. А в США Светлана нашла себе нового мужа, архитектора и взяла его фамилию, стала Лана Петерс. И в 45 лет родила дочь Ольгу, хотя та, повзрослев, выбрала себе имя Крис. В 1973 году Светлана Аллилоева развелась с мужем. Дочь Ольга, ну или Крис, воспитывалась, как настоящая американка. Она много колесила с матерью по Америке, выходила замуж, развелась, но детей не родила бездетно. Она не любит вспоминать своего деда, избегает журналистов. Сегодня она занимается продажами винтажной одежды, старой мебели и прочим антиквариатом. Сейчас ей 53 года. Последние свои годы Светлана жила в доме престарелых города Ричланд, Висконсин, США. Умерла 85 лет от рака толстой кишки. Пишут, что точная дата смерти и место захоронения неизвестны. А в России на сегодняшний день живет средняя дочь Светланы Аллилоевой Екатерина Жданова 1950 года рождения. Екатерина по образованию геофизик, кандидат физико-математических наук, работала вулканологом на Камчатке. Несколько раз она прилетала к отцу в Ростов-на-Дону. Сейчас на пенсии ведет затворническую жизнь, ни с кем не общается. У нее есть дочь, которая замужем за военным, и внук и внучка. Ну вот и все. Что знала о ветви Светланы Аллилоевой, я вкратце рассказала. И какие я смогла показать могилы, показала. На этом мы заканчиваем нашу экскурсию. Всем вам всего доброго, всем пока-пока, и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok